О, может в реставр пойдем? О, вот это берем. Так, первое платье схвачено. Откуда у меня вообще вешалка еще одна? Всем привет, ребята, с вами снова я, Маша. Добро пожаловать на мой канал. Как вы видите, сейчас я нахожусь в машине, а это значит, что, скорее всего, мы сейчас находимся возле торгового центра. И если вы об этом подумали, то вы оказались правы, безумно правы. В общем, сегодня мне Денис придумал новый челлендж, и сейчас он вам расскажет, чем фишка этого челленджа. В общем, тебе нужно будет выбрать три магазина любые. В этом торговом развлекательном, в этом роднике. В этом роднике надо выбрать три магазина. Я уже знаю, так что вы хотите снимать. Все, что, короче, возьмешь, все куплю тебе. Но главное условие, знаю, за минуту. Да, объясняю для тех, кто все-таки еще в танке. Я выбираю три магаза, захожу в магаз, и все, что я успею вынести из магазина, все, что я захочу, ровно за минуту вынести. Могу пользоваться тележками, сумками, всем чем угодно. Мне, Денис, это купит. Честно говоря, я придумала только один магазин, в который я хочу пойти. В два других магазина я даже не знаю, мне ничего не надо. В общем, я думаю, будет весело, интересно. И как вы думаете, какую максимальную сумму денег можно потратить за одну минуту в магазине? Прямо сейчас пишите в комментариях. Ну, а теперь давайте отправляемся в этот чудесный торговый центр шопинга, мир шопинга и так далее. Короче говоря, погнали. И так, ребят, мы находимся возле первого магазина. Это, конечно, фигургара. Обычно, короче, я там... Ты куда так далеко отходишь? Короче, обычно я там покупаю одну, две, три вещи максимум, потому что не капец какие дорогие на сегодня, поскольку Денис платит за все. Я хочу ограбить ее ровно за одну минуту. И так, пойдемте под видео. Я нахожусь прямо здесь, прямо возле входа. И теперь я нажимаю старт. И мое время пошло. Так, первое платье схвачено. Я надеюсь... Второй день, бутылый разговаривай. Только Эска и Элька. Ну, я такой... М-ка. Блин, ну офигасельно. Сердце. Так быстро вообще. Стоп. Короче, я вообще надеяла взять еще кроссовки, как минимум, и очки. Но, блин, так быстро время закончилось, что я взяла только две футболки и платья. Блин, капец обидка. Я пыталась, знаете, что вам сказать? То, что я схватила первое платье, но потом поняла, что если я буду с вами разговаривать, то я точно еще не успею взять. В общем, теперь отправляемся. Касса, блин, здесь была Бэмби. Ну, блин, она же намного круче, чем вот эта Бэмби. Ну, теперь придется брать. Что схватило, то схватило. Откуда у меня вообще вешалка еще одна? Это сплатье, да? Дополнительное дело. Дополнительное вешалка. Ну, смотрите, какая она клевая. Вот прямо сейчас напишите в комментариях, какую футболочку вы бы выбрали. Зеленую или черную. Если бы не челлендж, я бы взяла черную. Ну, если бы не челлендж, я бы вообще ее Денис не купил. Поэтому, знаете, дареному коню, зубы не смотрят, как говорится. Отправляемся. Ну, как? Тут столько обыли, блин. Ну, вот это просто трэш. Прям сейчас пишите, ходили бы в таких или нет. Вот, в общем, ужас. В последнее время Зара мне напоминает какой-то такой конфет. Потому что здесь все так непонятно висит, но тем не менее... И валяется. И валяется. Ну, блин, ты... Ого! Смотри, вот там стрим-трэш. Ни разу не постановочные кадры. Просто обожаю. В общем, первый магазин Дон. Сейчас мне нужно определиться. А, да, вам, конечно же, интересно, сколько все стоило. В общем, все обошлось. Ставки, ставки, ваши ставки. Давайте, пишите в комментариях, сколько еще вышло. 7,597. Просто одно платьишко и две футболки. Ну, это... Уже мы так разоримся вообще с тобой. Погласно. Ну, людям нравятся эти челленджи, поэтому... Просто доширак один будет есть. Я зато буду ходить в платье от Зара, футболки от Зара, но кушать доширак. В общем, если вам нравятся реально такие челленджи, прям сейчас давайте наберем 50к лайк. Вот просто так, ради интереса. О, может, в ресторг пойдем? Ну, пошли. Да ладно. Что можно покупать? У меня все есть, но это на самом деле ничего не надо. Ну, вот реально, я скочу сейчас на ИМАК за 300 тысяч, что ты будешь делать? Нет, денег не хватит. Вот именно, поэтому, чтобы не разорять нашу семью, в ресторг я не пойду. Я предлагаю стольник следить. Куда? Стольник. А тут нет. Да? О, а сам? Я там даже не успею до прилавка добежать за минуту. Ага. В качестве второго магазина я решила выбрать М-видео, потому что там есть абсолютно еще и айфоны, ноутбуки, и наушники, и вообще все-все-все-все-все, что бы поспособствовало разорению кошелька Дениса. Ну что, предлагаю отправляться туда, потому что, честно говоря, я уже не могу разговаривать, я уже вся вот прям вот в нити. Чтобы было все прям максимально честно, таймер я поставлю не перед магазином, а внутри магазина, потому что вот в случае Зары я просто не успела даже добежать до одежды, когда уже прошло полминуты, поэтому я сейчас захожу сюда. Вот мы уже в магазе, и прямо сейчас я нажимаю старт, и у меня одна пошла минута. Может взять айпад? Нет. У меня есть планшет, у меня достаточно. Я знаю, что я хочу, я хочу огромную колонку. Например, вот эту. Нет. Мне кажется, раздурело, что ли? Блин, у меня 40 секунд осталось. В общем, мне нужно играть 100 кудового. Так, это пройдет. Что ты там берешь еще? Берем. Раздурело, что ли? Мне 15 тысяч стоит. Раздурело. О, вот эту берем. Слушайте, мне неплохо. Я даже еще могу... Ты играть будешь, да? Я могу еще самокатить. Честно, я хотела один. Длинненького нет. Берем? Нет, не берем. Почему? Я не смогу даже донести. Блин, 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 блин. Блин, блин, блин. Я только взяла время посмотреть. Все, ребята, у меня закончилась минута. Стоп. Итак, смотрим, что же я нахватала. Две игры на PlayStation. Вообще-то, игру я взяла одну себе, а вот одну тебе, Drive Club. Ты о ней давно мечтала, смотри. Ой, мистер. А вот это? Это шлем VR. Как вы думаете, камон? Конечно же, нет. Потому что я обожаю VR, а Денис ссыкается с него и боится. Но надеюсь, теперь он не побоится побывать в виртуальной реальности. А я еще что-то схватила. Сейчас, секундочку. Тут вообще я на... Это на Nintendo. Но это прям чисто моя игра. Смотрите, классная, да? Не знаю, правда, что это. Мне там понравился пляж. Это опять тонкий намек на то, что я хочу на море. Все-таки я даже игры с пляжем покупаю. Чтоб ты понимал. Все, погнали на кассу. Блин, как жалко, что у меня время закончилось. Смотрите, какой классный ночник. Вообще клевый. Чайка. Итак, ребят, смотрите, все. Мы уже вышли из МВидео. У меня здесь находится чек. Но я вам пока не буду говорить, насколько я разорила Денис. Прямо сейчас пишите в комментариях, какая вышла сумма в конце челленджа. Я обязательно ее озвучу. И посмотрим, кто же из вас смог отгадать прям копеечку в копеечку. Хотя это, мне кажется, вообще нереально. Короче, пишите свои предположения в комментариях. Ну, а теперь мы отправляемся в третий магазин. Правда, я еще не знаю в какой. И мне капец как тяжело. Смотрите, как это все выглядит. Она мне просто весит, килограмм, 10 точно. В общем, в качестве третьего магазина мы решили выбрать детский мир. Потому что здесь меньше всего народу. А там, где много народу, я стесняюсь ходить. Поэтому пойдемте сюда. На счет 3 я нажимаю на кнопочку старт. И моя минута пошла. На самом деле, это самый сложный для меня контакт. Ну, что я вообще не знаю, что тут брать. Может быть, мы уже в вертолете. О, сычок, прикиньте, сычок бабочковый. У меня, если честно, нафиг не нужен. Мне кажется, осталось 20 секунд. Блин, тут очень много всего, реально. Хочешь такой пауэрн? Четкий. Не очень тебя себе. Да. Нечем убрать. О, пойдемте к ней посмотрим. О, игры, 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 игры. Блин, ну это очень сложно. Тут очень сложно. Блин. Так, о. О, блин, а где? Блин, вот такое возьму. Не, вот такое хочу. Мне кажется, время закончится. Блин, как так-то, когда? Все, ребят, ну а я минуту закончила. На самом деле, реально очень сложно. Ты так лоханулась, ты взяла две штуки всего? Да. Ну, посмотрите, какие здесь размахи. Поаплодируйте, она должна взять все, что хочешь. Она взяла всего две штуки какие-то. Ну, блин, я даже тут никогда не была просто. Это вообще первый раз сюда зашла, вот это дело. Мне тут вообще все неизвестно, неизведанно. Я бы хотела взять какую-нибудь игру прикольную, но я даже не знаю, где они находятся. Вот сюда бы я зашла. Что бы я тут нашла? Ой, кинетический песок с брезками. Ого, крутой какой-то. Он крутой, реально. Ой, сколько песка, сколько песка, внизу-то сколько песка. Да ладно, песок вот здесь, посмотри, сколько штучек крутых. Здесь вообще-то... 238 рублей просто... Я лоханулась. Ребят, мы уже в машине и, короче говоря, я сейчас увидела чек из детского мира. Представляете, как я лоханулась. 238 рублей я могла вынести, все. Я только потом увидела там Барби, всякие разные, стоящие. Блин, дальше я нашла слаймы, но я прошла мимо них. Кстати говоря, слаймы стояли на кассе и реально мимо них, видимо, прошла, когда заходила. Купила я только вот такую вот гигиеничку, а если бы точнее, бальзам для губ, липосмейкер с ароматом кока-колу. Кстати говоря, у меня такого никогда не было. И он стоит 139 рублей, да, смотрите, 139 рублей. Я всегда думала, что они супер дорогущие, но оказывается, как обычные, ну, типа бальзам для губ. И мелкая пакость, шмякс. Давайте ее подкроем, заценим. Она такая, типа, в виде лампочки. Жесть. Ой. Прикиньте, она сейчас лопнет. Мне кажется, меня тогда сейчас сразу здесь высадят и оставят тусоваться в роднике. Так что, знаете, если вдруг она сейчас порвалась, приходите прямо вот к роднику, я оттусуюсь где-то рядом, пока не оттусуюсь, как говорится. В общем, пускай лампочка лежит там, потому что я уверена, что я ее сейчас обязательно, собственно говоря, порву, и вся эта вода по машине разлиется. Что ты открыл? Господи, боже мой, я аж испугалась. Здесь открыл машину, я что-то кепу не ложила. Ну, плачешко, футболочку из Ары вы, в принципе, видели. Так что это никому не интересно, можно выбрать пакетку. Осыпь большой, это было просто шикарно. Ну и самое главное ждет нас здесь. Прикиньте, это самый настоящий PlayStation VR. И сердце Дениса тух-тух забилось. Я его несколько раз, кстати, не уронила, когда делала обложку на это видео. Я уже там фоткалась, он у меня вот так вот с руки, дышь, 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 и чуть не упала. Мегапак содержит 5 игр, между прочим. Здесь есть Doom. Я просто мечтала поиграть в игру Doom, обычную на PlayStation, но мне ее никто не покупал, никто не соглашался. Все говорили то, что, Маша, ты наделаешь большую коричневую. Я поэтому жульничала и купила VR с этой игрой. Ну, вернее, не я купила, а мне купили. Но мне кажется, даже Денис рад, что потратил деньги на VR. Как ты считаешь? Ну, вернее, твое мнение. Ну, я не сильно расстроился, знаешь. Ой, он, мне кажется, скромничает. А мы вышли из магазина, он пищал и говорил, да ладно, ты взяла VR, серьезно, вот так вот он и говорил. Типа вообще в шоке был, что он потратил не просто на какие-то тряпки для меня. Что я, кстати, я хотела пойти покупать какие-нибудь вещи дальше. Но поняла то, что за минуту это очень сложно, поэтому решила пойти в магазин с техникой. Хотела вас спросить, хотите ли вы, чтобы я сняла реакцию на свое первое погружение в виртуальную реальность. У меня когда-то были очки виртуальной реальности, куда вставляешь телефон. У меня даже был видос такой на канале, не знаю, до сих пор есть или я его скрыла. В общем, мне тогда было страшно. Но там просто были обычные очки, в которые вставлялся самый обычный телефон, и ты смотрела видосики с YouTube. Чтобы здесь, как бы, все, мне кажется, намного страшнее, мощнее, и реально можно наложить коричневую штучку. Поэтому пишите ваши предложения в комментариях. Хотите, чтобы я снимала реакцию или нет? Это что-то типа... Как это называется, когда игры-то снимают? Let's Play. Let's Play от Маши Zoom. Хотите или нет, скорее пишите в комментариях. Мне кажется, будет очень интересно, если я сниму распаковку и свои первые, там, времена игры, вот эти вот штуки. Далее смотрим, что я еще взяла в МВидео. Это три игры, и у меня здесь даже есть чек. Ох, надеюсь, вы там уже написали ваше предположение в комментариях, и вы, надеюсь, уже готовы услышать цену вопроса похода в МВидео. Раз, два, три. 24 158 рублей. Я думала, честно говоря, VR стоит дороже. Я даже не смотрела на цену, я просто ее схватила, просто о ней мечтала. Собственно говоря, благодаря этому челленджу я смогла осуществить свою мечту. В общем, у меня есть такая игра Drive Club, она не для меня. Вот эта игра суперсемейка, она для меня, потому что в тенис такой не играет. Но, правда, времени у меня на поиграть нету, но я надеюсь, что-нибудь придумаю. Смотрите, какие они клевые. А также есть игра для Nintendo. Она вот такая вот. Тут всякие разные спортивые штучки. Я потом увидела игру Boxing. Вот я бы лучше ее взяла, на самом деле, на Nintendo. Но, как говорится, что схватил, то схватил. Класс. Мне вообще очень нравится. Надеюсь, что вам понравился этот челлендж. Не забудьте поставить большой пальчик вверх под этим видео, если вы хотите подобных челленджей, если вам нравится вот такой вот. Когда мы выходим из дома, бегаем по торговому центру, как ненормально, потому что за нами все смотрят. Типа вообще, реально, это так свежно. Все люди шугаются. Камеры, это так интересно. В общем, не забудьте ставить пальчик вверх, подписаться на канал, если вы еще вдруг не подписаны. На этом спасибо за просмотр. Я разорила Денис. Ты вообще ничего комментируйте, да? Не больше, что я понимаю. Да я в шоке просто. Мне понравилась Зара за 7 тысяч там. Какие-то тряпки купила. Я вообще в шоке. Тебе понравились тряпки или то, что я ограничилась тремя вещами? А цены в шоке просто. Я думала, что я вытащу просто все за минуту я смогу. Ну блин, пока найдешь размер, пока увидишь хотя бы то, что тебе нравится, проходит уже дофигища времени. Почему Зара такая дорогая? Почему? Ну реально, я не понимаю. А, платье 4 тысячи рублей. Вообще это же, это грабеж, серьезно, средь белого дня. В общем, ладно, спасибо за просмотр. Увидимся с вами совсем скоро. До скорых встреч, всем пока.